Сегодня брак актеров был окончательно расторгнут. Агата и Павел разводились на мировом участке Головинского суда, так как не имели никаких финансовых претензий друг к другу. Как стало известно, судебный процесс завершился. Да, все официально сегодня развелись, заявила помощница Агаты. Теперь актриса будет жить в московской квартире, а ее бывший муж в загородном доме. Претензий по поводу алиментов у актрисы не было. Сын Тимофей и дочь Мия будут жить с мамой, но проводить достаточно времени с отцом. К слову, недавно Прилучный ездил с ребятами в Санкт-Петербург, пока Агата в Москве лечилась от коронавируса. Развод актерской пары не был секретом для поклонников. Агата много рассказывала о том, как испортились их отношения за последнее время. Мы год к этому шли. Были постоянные проблемы. Дело в том, что он патологически ревнивец. А я за правду и честность. Если ты хочешь сходить в стриптиз-клуб, сходи со мной. Расскажи про свои пороки, а я их приму. Рассказывала Агата в своем шоу «Честный развод». Прилучный даже проявлял агрессию по отношению к жене. По словам Муцинеица, он мог поднять на нее руку и выгонял на улицу. Выпустив все это на публику, я вызвала большой резонанс. Буду верить, что это принесет решение проблемы. А все участники истории начнут новый и светлый путь. Поверьте, я не враг Павлу. Я лишь хочу, чтобы его ментальное и физическое здоровье пришло в норму. Отмечал он Муцинеица после инцидента. Напомним, что Павел и Агата познакомились на съемках закрытой школы. Их тайная свадьба состоялась летом 2011 года. Актриса взяла тогда фамилию мужа, а свою продолжила использовать как творческий псевдоним. Субтитры создавал DimaTorzok